Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор на наш ГЕСТ, в котором мы прожили месяц. Этот выпуск о бюджетном жилье в Али. Я немножко простыла, поэтому буду немножко говорить в нос. И хочу я начать со въезда. У нас тут паркинг. Сюда помещается пару машин, несколько байков. Довольно-таки небольшое место, но тем не менее все всегда влезают. Такая вот живописная улочка. Конечно же, вам делают подношения, бездомные собаки. Все как надо. Привет, малышка! У меня ничего нет с собой. Ну, ты не выглядишь какой-то худенькой, так что без еды. Обойдемся. Тут, значит, напротив у нас постоянно какие-то концерты традиционные. По определенным вечерам тут очень красиво играют музыку. Отличное расположение. Прямо через пару улиц самый тусовочный район. Называется De-Home. Сейчас покажу, как дальше все выглядит. Сегодня у нас уборка. Так вот, при входе общий бассейн. Всего 12 комнат на ГЕСТ. Мы уже жили на первом этаже недельку, наверное. И сейчас перебрались на второй. Сейчас покажу общую кухню. В каких условиях можно выживать. Так вот, холодильник, кулер, горячая вода. Здесь, кстати, не всегда моют за собой посуду. Хотя и просят ее всегда мыть по посуде. Но тут вообще кто-то оставил. Не всегда убирают за собой. Я тут готовила, ну, раз 5, наверное, 7 за месяц от силы. Так, вот так вот посуды, как бы, ну, не роскошно, но жить можно. Я еще докупала тоже себе дополнительно. Так, кто тут не завершил готовку. Такой вот вид красивый. Вид, кстати, очень красивый. А вот, кстати говоря, и наша комнатка, наша апарте. Так, заходим. Здесь у нас сразу как мини такая для готовки кухня. Нет плиты, но плита была на первых этажах. То есть там немножко побольше, но нет балкона. Такой чайник, микроволновка, холодильник. Здесь тоже помещение для хранения там посуды. Мы уже выезжаем. Сегодня, конечно, я все забрала. Так, ванная комната с санузлом. Поэтому вот так вот выглядит. Тоже тут у меня все баночки стояли. Вот здесь очень, конечно, неудобно, потому что нет дополнительных никаких полочек. Поэтому, ну, выживали как могли. Здесь поднимается. Так вот. Для увеличения пространства. Не знаю, так делают дизайнеры. Больше стекла добавляют, чтобы, казалось, больше помещения. Так, дальше. Шкаф. Наши шлемы. Шлема. Господи, как правильно. Не знаю. Такой вот стол, рабочая зона. Кровать. У каждого тут своя тумбочка. Тут уже наши чемоданы. Занавески blackout. Кулер с водой. Ну, как бы тесновато, согласитесь, да? И вот, как такая лоджия. Вот так вот. Здесь можно сушить вещи, стульчик, но и замечательный вид на общественную кухню. Сейчас на широкую уголку сниму. В принципе, я пока не взяла абонемент в зал. Вот здесь занималась на балкончике. Так вот. Это все выглядит дело. Тут тоже закрывается кухня. Никто друг другу не мешал. В общем, вот такие вот условия. Скажу честно, конечно, после виллы переезжать в ГЭС, ну, это прям, знаете, такое. Небольшое испытание, учитывая, что я ни разу в жизни не была в общежитии. Я не привыкла к общественной кухне, что-то где-то с кем-то делить. Тут нет почти никакой приватности. Даже, ну, выходишь на балкон, все сразу тут видят. Есть соседи, которые вообще живут, в принципе, кого-то на балконе. Уборка здесь два раза в неделю. Не сказать, что она прям супер вау. И не сказать, что тут прям все вылизывают. Все-таки на вилле с личным сервисом, конечно же, уборка гораздо качественнее. Но нет никаких, там, типа, тараканов, муравьев. То есть на вилле, конечно, набегает гораздо быстрее. То есть если в ГЕСТе вы оставите какой-нибудь кусочек, то, что его сожрут муравьи, и там будет рой, гораздо меньше эта вероятность, чем если это произойдет на вилле. На вилле, например, в кровати вообще в жизни бы есть не стало здесь. Ну, еще хоть как-то можно рискнуть. Что еще? Это, конечно же, цена. Сейчас я еще перейду к ней. Еще мне понравилась здесь локация. Естественно, я напишу, вы уже видели, это D-Home. И как ГЕСТ это замечательный вариант, потому что тут просто нереальное расположение. В шаговой доступности магазин, главные улицы. Тут просто минуту на байке. Рядом Чингбу в 10 минутах езды. И цена. У нас не включено электричество. Мы платили 5 миллионов 300 тысяч за комнату на нижнем этаже на первом. Там была еще плита индукционная, но которая только одну какую-то кастрюлю могла включить в работу. То есть сковородку маленькую, которая больше всего была нужна, она не тянула. Поэтому мы решили переехать на второй этаж, чтобы у нас был хотя бы лоджия своя. И это обошлось в 5 миллионов рупий. Электричество дополнительно нам обошлось еще где-то в 700 тысяч. Ну, короче, около 6 миллионов у нас вышло жилье. Вот такие вот цены. То есть если виллы стоят сейчас по 20-30 лямов, можно найти за 15, то ГЕСТ обойдется на месяц на двоих примерно в 6 миллионов. Это учитывая, что вы дополнительно платите за электричество. Вода здесь включена, то есть кулер меняют, все такое. Но, честно, конечно, если вы живете один, это просто суперидеально. Если вы приезжаете там с девушкой, с женой, то лучше сразу не заселяться в ГЕСТ, лучше пожить на вилле, а ГЕСТ уже оставить так на потом, когда вы будете более подготовлены. В общем, вот такой вот обзор. Я безумно рада, что мы сегодня выезжаем на виллу. Я этого очень ждала. Прям спасибо, что настал наконец-то этот день. Я подустала вот от этого общега, от постоянно, что я вижу соседей, все на друг друга где-то как-то смотрят, постоянно со всеми вот это здрасте, до свидания, это общая кухня. Ну, конечно, вообще не нравится. Хочется уже виллу, хочется свое пространство. Но если бы мы выбирали еще раз ГЕСТ, мы бы остались в этом. Ну что, двигаемся дальше. Надеюсь, этот обзор был полезен. И еще один очень важный плюс. Паркинг обустроен камерами слежения. Вообще весь ГЕСТ обустроен камерами слежения, но мне очень пригодились камеры на паркинге, потому что видео здесь хранятся не сутки, как в большинстве случаев, а реально можно посмотреть, что было на прошлой неделе. И я увидела, как чудным образом украли мой шлем. Это было очень забавно. Сейчас прикреплю видео. С этой ситуацией я больше посмеялась, чем расстроилась. Все равно себе хотела новый шлем. Кстати, пока я за ним еду, можете поставить лайк к этому видео. Мне будет очень приятно. Небольшое включение с нашего любимого заведения, где мы едим ребра. Здесь обычно всегда можно было просто прийти, сесть и покушать. Ну да, было плотненько, но сейчас, ребят, просто посмотрите. Здесь не то, что просто полная посадка. Здесь очередь такая на улице, которой не было в карантин, типа в Зару и ЧВМ, когда на улице стояли по два часа. Мы сначала думали, самолет с Кореи прилетел, и сюда везут всех как в туристическое место, но нет. Сейчас у меня догадка, что закончился Рамадан, и что все-таки здесь местные, наверное, не корейцы. И, ну, вы знаете, это священный месяц у мусульман, когда им нельзя кушать днем. И сейчас он закончился, и я думаю, покажи, что творится на улице. Посмотрите, сколько много народа просто, и люди сидят вот здесь вот на скамеечках, и все в очереди. И тут как будто фуры приезжают и загружают в этот наутиваранг. А вот эти долгожданные ребрышки. Ура! Артем сейчас стоял в очереди, чтобы мы сели за столик. И несли, ну, наверное, сколько, минут 20. Эти ребрышки обычно за 5 минут готовы. На самом деле, огромная просто порция. Я свою с трудом доедаю. Тут 600 грамм. Такая вот красота. Вообще, это реально лучшие ребра в моей жизни. Кстати, к нам прилетел друг, и мы с мужем будем показывать ему Бали. Можно сказать, уже тут все знаем, изъездили, все сниму, покажу. И до встречи в новых влогах.